есть такой практический совет обращайтесь в оба суда если сомневаетесь будь то сомнений мировой или районный опять же административный порядок или порядок обычного искового производства мы об этом чуть-чуть поговорим если позволит время но чтобы не упустить время иногда ответа приходится ждать долгими неделями и даже месяцами можно подать онлайн два заявления параллельно как в лабораторных исследованиях опыт это основа наших знаний попытка не пытка давайте посмотрим где там суд подскажет кто-то из судей примет дело к производству а вот здесь тот кейс который тоже нередко возникает в ряде городов и населенных пунктов России продажи квартиры с наценкой что имеется ввиду здесь вы видите внизу молодую маму с 10-летним сыном они проживают в приватизированной комнате в общежитии площадь комнаты всего 10 квадратных метров ужасно маленькая комната и теперь после развода отец готов помог помочь ребенку вместе с мамой совместно они приобретают двухкомнатную квартиру что очень приятно но через ипотеку согласие от банка получено это решение о предоставлении ипотечного кредита актуально в течение одного месяца через месяц нужно подавать все документы заново не так то просто получить ипотечный кредит но получить регистрация сделки в Росреестре осуществляется в течение пяти дней потому что это ипотека это вы слева видите символ Росреестра а справа вы видите риэлтора который не дает никаких поблажек не вникает ни в какую социальную ситуацию аргументируя такую позицию тем а мы чем будем зарабатывать а кто нас поддержит никто не поддержит поскольку возни с вами больше наши услуги на 40 процентов дороже вы представляете как цинично чем это объясняется необходимо получить разрешение от органов опеки и попечительства согласие на эту сделку это разрешение получается 15 дней на практике из-за того что если вы выпадаете в праздничные дни которых в России немало это майские праздники новогодние праздники 15 дней легко превращается в 30 сделка находится на грани большого риска и вот эти 40 процентов это плата за риск поскольку много возни опять же наш центр в эту ситуацию вмешался здесь по существу органы опеки и попечительства как вы здесь видите увеличительное стекло символическое тщательно проверяет сделку чтобы не было обмана чтобы ребенок не оказался на улице чтобы например остановить такие случаи когда злоупотребляющими спиртными напитками родители готовы подписать все что угодно и продать долю ребенка выселив его на улицу но к сожалению эту проверку они осуществляют в течение 15 дней такого потока работ как в Росреестре не налажено или как в банках в банках уже все рутинезировано здесь все делается по ситуации но на лицо противоречия да Марина Юрьевна как это противоречие решить решить можно путем прямого обращения убеждения приведения вот этих сравнений то есть можно направлять письма в администрацию приводить те аргументы которые мы с вами сейчас устно обсудили задавать вопросы чем вызвана вот эти 15 дневная задержка если Росреестр регистрирует за 5 дней ориентируйтесь на лучшие образцы можно также приводить пример что из-за этой задержки происходит уторожение услуг риэлтора одним словом ситуация сработала сделка не сорвалась она была проведена в срок именно благодаря тому что были настойчивые обращения а следующая конфликтная ситуация Марина Юрьевна вы с этим кейсом ознакомились нет? не получилось? оборудовалась в��� at м